Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим понятие критики. Что я думаю о критике вообще, как я понимаю это слово. Начнем с того, что критика это обязательно отрицательный аспект догматики. Люди, исповедующие те или иные взгляды, обращаются к критике для того, чтобы опровергнуть те учения, которые не соотносятся с их взглядами. Такая критика всегда имеет догматические основания, а другой критики в принципе быть не может, потому что для создания критики нам необходимо иметь некоторые исходные положения, относительно которых мы пытаемся что-то критиковать. Например, если я, например, критикую поэзию, я должен иметь некоторые убеждения. Например, я убежден, что нельзя рифмовать на однокоренные слова. В таком случае, в общем-то, я имею полное право, соответственно, своему мнению говорить, что вот то стихотворение является плохим. У нас с точки зрения бытия в целом, например, космоса вообще нет никакой разницы. Рифмуют тут она однокоренные или используют более сложные типы рифмовок. В общем-то, вот так вот и получается. Отмечу, что критика, в моем понимании, рассматривается исключительно в отрицательном аспекте. Ну, так как для положительного аспекта всегда есть такие слова, как похвала, либо доказательство своего положения, либо оправдание своей точки зрения, либо апология. То есть, у нас есть как бы, вот именно положительный аспект у нас уже хорошо раскрыт другими словами. А отрицательный аспект, ну как, это ругань, что ли? Нет, критика, конечно, не подразумевает ругань. Критика не подразумевает там унижение, ну, в определенном степени. Это какие-то негативные положения, чаще всего. Критике и должны выделяться негативные положения по преимуществу. Критика это не просто ругань, не просто отрицательное критиканство. Это именно те положения, которые направлены на то, чтобы, ну вот как бы, на отрицательный аспект, на ничто. В общем, надо, чтобы показать, что вот человек, который что-то сделал, сделал это неправильно. Ему следовало бы что-то поправить. Любая критика, любая адекватная критика содержит именно отрицательный аспект. И когда мы говорим слово критика, мы всегда подразумеваем именно отрицательный аспект. Тот, кто требует положительного аспекта от критики преимущественно, ну, это просто странное требование. Конечно, бывает и неплохо, когда человек показывает и положительные стороны того или иного явления, и отрицательные стороны. образ это две разных вещи получаются объединять их слове критика но не имеет смысла в общем-то критика это выражение своего мнения в негативной форме то есть без произнесения самого мнения это некая изнанка мнения который проявляется при контакте с другими мнениями ну вот на этом думал с критикой мы разобрались восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания а 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 но а а Субтитры создавал DimaTorzok